На часах шесть вечера, час пик. Большинство забитых до отказа маршруток едет из центра в сторону за речки 909 квартала и Знаменки. Однако инспекторы ГИБДД выбрали остановку напротив пенсионного фонда. В это время там небольшой пассажиропоток. Остановили всего одну маршрутку, нарушений не выявили. А тем временем орловчане на противоположной стороне, где народу хоть отбавляй, жалуются. Солороса по утрам и по вечерам час пик вообще для шмаркового автобуса биткома. Тяжело набираться? Бывает, да. Очень сложно. Следующая точка – район Южного рынка. В половине седьмого людей в маршрутках почти нет. За полтора часа, что съемочная группа провела в рейде, инспекторы остановили всего семь пустых маршруток. С начала текущего года на территории нашей области было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутного транспорта. Из них 18 дорожно-транспортных происшествий, которых водители маршруток были виновны. В таких ДТП один человек погиб, но там вины водителя маршрутки не было. И 63 человека получили травмы. В ГИБДД рассказали, что за последний год участились случаи падения пассажиров в общественном транспорте. В среду вечером очередная авария с участием маршруток произошла в районе Прокуровки. Обошлось без жертв. А это уже утро четверга. Вне рейдов водители без опасений впускают стоящих пассажиров. На часах 8.20 район Алроса. Остановка бульвар молодежи в это время всегда заполнена людьми. Жители говорят, уехать в час пик отсюда крайне проблематично. Скажите, как вы добираетесь? Тяжело ли доехать с утра? Тяжело доехать с утра. Автобусов вроде ходит как много, но на самом деле они идут переполненные. Вот особо проблематично уезжать, я вам скажу, в район Наукорки. Штраф за перегруз для перевозчика 500 рублей. После оплаты они продолжают нарушать. А орловчане чувствуют себя как шпроты в банке, заплатив 17 или 20 рублей.